МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас тема такая не слишком радужная, да, преступность, которая, к сожалению, в нашем городе присутствует. Вот скажите, принято считать, что обычно летом возрастает количество квартирных краж. Вот на сегодняшний день это действительно так? Что говорит статистика? Скажем, если мы будем рассматривать статистику, то в настоящее время уже не принято связывать именно рост или появление такой преступности, как квартирная кража, именно с летним периодом. Я бы сказал, здесь больше связано с тем моментом, насколько тщательно мы подходим к охране своему имуществу, в данном случае будем называть квартира или частный дом, и насколько внимательно относимся к нему. Просто зачастую именно в летний период люди у нас чаще берут отпуска и уезжают на длительное время из дома. Следуя на этот период, квартира либо дом находится, так сказать, без охраны, без присмотра. Естественно, что данные факторы могут заинтересовать определенный криминальный элемент на предмет совершения противоправных деяний, в данном случае проникнуть в жилище и совершение преступления путем хищения принадлежащего гражданам имущества. Но в данном случае в настоящее время у нас также отпуск может наблюдаться и осенью, и летом, потому что жизнь достаточно динамичная, и люди же сами определяются. Поэтому я бы сказал, основополагающий фактор именно это то, когда людей, граждан, они не находятся в своем жилище. Чем более длительный этот период, тем более, скажем, подвержено данное имущество для совершения в отношении противоправных действий. И как же в этот период обезопасить свое имущество? Принцип, который был во все времена, который мы знаем, дом, моя крепость, он и актуален в настоящее время. Придерживаясь ее, мы не должны забывать, что помимо того, что существуют правоохранительные органы, которые непосредственно оказывают мероприятие по профилактике данных преступлений, сами граждане должны придерживаться определенных факторов и действий, чтобы также себя обезопасить от противоправных действий и совершения тех же квартирных краж. В первую очередь, это не надо забывать о запорных устройствах. То есть, хотелось бы, чтобы лучше, если будет это не один замок, а несколько, и, скажем, эти замки различались между собой по механизму и конструкции, то есть не были однотипны. В данном случае, если преступник будет пытаться вскрыть их, то путем, скажем, подбора ключей, то, естественно, будет сложнее, если они будут совершенно разные, здесь будет уже играть временной фактор. Другая ситуация – это непосредственно сама дверь. То есть, конструкция двери тоже должна как бы сама по себе способствовать тому, что предотвращать проникновение в помещение. В настоящее время достаточно на рынке услуг, широкий профиль и предложения различных устройств, то есть от простейших до самых сложных сейфовых. Но, опять говоря, во всем должна быть разумность, потому что тоже по практике мы сталкивались с такими вопросами, в частности, мои коллеги, когда достаточно хорошая, усиленная бронированная дверь устанавливается в квартиру. При этом в квартире остается ребенок или пожилой человек, и дверь захлопывается, и возникает проблема, как ее открыть. И достаточно длительное время нужно потратить, чтобы проникнуть потом в квартиру. Естественно, это уже дополнительные как бы нервы. Поэтому, опять говорю, во всем должна быть разумность. Также в последнее время достаточно распространена эта установка видеодомофонов, видеоглазков. Тоже хочу сказать, достаточно положительную практику это играет. Во-первых, это позволяет вам, в том числе при вашем отсутствии, при просмотре видеохрометража, убедиться, кто непосредственно подходил к двери. Помогает и сотрудникам правоохранительных органов, чтобы при поиске преступников. Причем тоже очень важный момент, что не надо забывать, что если в отношении вас не совершают преступления, то не факт, что не совершают в отношении вашего соседа. И система видеонаблюдения также является достаточно профилактирующим средством для того, чтобы ни на вас, ни на соседей, ни, может быть, ваш подъездный дом не совершал данных противоправных мероприятий. Мы уже коснулись вопроса сезонности, о том, что длительное время квартира остается без присмотра. Поэтому, чтобы избежать этих моментов, вполне возможно договориться с соседями, с родственниками, что время от времени приходили, смотрели, что творится у вас в квартире. Другой момент, который уже непосредственно приходится связываться именно с летним периодом, это открытые форточки, открытые балконы. А часто бывает, что преступление именно совершается путем проникновения через них. Особенно этому подвержены жители первых и вторых этажей и последних двух этажей, начиная с крыши. Потому что жители высоток, скажем, последнего этажа, зачастую, к сожалению, сталкиваются с таким моментом, когда проникают через крышу путем крепления определенных специальных устройств. Такие умельцы тоже, к сожалению, есть, и мы с ними сталкиваемся. Поэтому то же самое. Если нет никакой возможности не оставить открытую форточку, значит, вполне можно подумать о оборудовании квартиры ставнями, решетками, либо какими-нибудь еще иными запорными устройствами. Самый простой вариант, опять же, в отношении периметной квартиры, это установление квартиры под охрану. То же самое на рынке достаточно много количества охранных служб, в том числе существует и неведомственная охрана УНВД России в Паризанской области, которая также осуществляет данные функции. Тоже в последнее время, скажем, к методам профилактики, которые мы стараемся рекомендовать гражданам, это так называемые стараться чуть меньше информации размещать, в доступных местах, в первую очередь, интернет, о, скажем, квартире, о доме, может быть, о себе в чем-то лично, потому что тоже с этим сталкивались, что просматривая, скажем, странички, будь там, может быть, Фейсбук, Одноклассники, любая социальная света, можно столкнуться с большим количеством информации, в том числе с фотографиями, фотографии зачастую домов, на которых можно увидеть и квартиры, и способы защиты, и люди иногда что-то на показ выкладывают. И, опять же, ознакомившись с этой информацией, определенные граждане могут составить определенные представления, опять же, что у кого лежит, может появиться негативный интерес, скажем, какой-то корыстный, плюс вопросы, как в эту квартиру более удачно и интересно можно проникнуть. Поэтому при всем том, что в настоящее время достаточность является модным, я бы все-таки предлагал бы как-то ограничивать определенное, скажем, думать прежде, что мы выкладываем и как выкладываем, в том числе с какими комментариями. Евгений, вот смотрите, мы из года в год обсуждаем эту тему, предупреждаем наших зрителей, даем какие-то советы. Это каким-то образом все-таки влияет на ситуацию? Вот если следить по статистике данных преступлений? Безусловно, это оказывает положительное воздействие, но не всегда многие граждане придерживаются этого, потому что принцип такой, это может случиться с кем-то еще, а не со мной, невозможно искоренить и, так сказать, понадеется на русский авось, тот так называемый. Поэтому все равно продолжают оставаться граждане, которые не всегда с этим вопросом, принадлежат этими вопросами. Здесь же стоит упомянуть такой факт, когда преступление совершается путем гласного проникновения в квартиру. Мы неоднократно и в средствах массовой информации, и в печатных, на телевидении, путем агитационных листовок размещаем, о том, что будьте внимательнее, прежде чем запускать квартиру кого-либо. Особенно в последнее время у нас были такие факты, когда под видом различных социальных служб приходили один-два человека, попросили запустить квартиру, проверить счетчики, еще что-то. Допустим, были факты, что проводится обмен валюты, тоже такие моменты были, приходили, и в ходе определенного разговора один человек заинтересовал жильца, находящегося, второй в это время высматривал имущество и совершал ухищение. Поэтому, еще раз пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание граждан на этот факт, если к вам кто-то приходит с официальной социальной государственной службы, у него в обязательном порядке с собой имеются документы, либо пакет документов на проверку, проведение тех или иных технических мероприятий, либо регламентов, будь то проверка счетчиков, газовой плиты, отопление и тому подобное. Если проводится замена каких-то документов или валюты, ну, поверьте мне, в этом случае официально проводится извещение средств массовой информации, а не так, что один отдельный человек как бы доводит эту информацию до вас. И опять же, у него должен быть определенный пакет документов. Проверяйте, смотрите. В случае необходимости всегда можно связаться с центральной организацией, уточнить, действительно проводить данное мероприятие. То есть данное лицо может вам эту информацию дать. Что ж, Евгения, большое спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, за ваши советы. Я надеюсь, что зрители к ним прислушаются и таким образом сохранят свое имущество. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова